доброго времени суток зрителям гостям нашего канала фанатами imperial glory с вами россии канал роли game онлайн мы продолжаем играть в imperial glory на высоком уровне сложности за россию шкум и прошлом видео мы дали угля мелкого ну да хрена захватили пару областей немножко повеливались германии с австрии вышли с кризиса в плане еды ну и сейчас будем продолжать наше победоносное шествие так 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 что мы можем саксонии здание второй эры фермы обязательно современные госпитали глубокие шахты очень глубокие если вы понимаете о чем я социальные сами школы ученицы здание налоговой полиции пока пока только в экономику пойдем местного спитали лесопилочку обязательно так сказать поднимем с колен территории для того чтобы они приносили нам какую-то пользу потом обязательно везде построен налоговую полицию чтобы еще и денег с них иметь пока меня интересует особенно остро меня интересует фермы особенно остро меня интересует фермы и шахты так пока пока так здесь у нас что тут строится местные госпитали обязательно прирост населения для наших будущих воин так здесь у нас очередь на строительство есть так что у нас на рыбе game есть швеции тоже все есть ну все пока идет по плану завершаем ход сейчас подождем пока австрия уберет свои корабли с акватории наших вот потому что не гоже не гоже так опять опять я вижу британия подтаскивает к нам свои войска нашим границам видно что британия опять хочет получить пиздюлина принципе она на это имеется шансы как госпитали построены в регионе египет отлично лесопилка корена и к швеция вроде линия триполи завершено отлично так все теперь мы сюда в швеции наконец-то в гарнизон военную академию сможем заводить ребяток так что тут у нас ротацию в ротацию сделать обязательно обязательно надо их перемешать как-то всех вас я бы вообще вас и объединил да если честно давайте попробуем видите так нельзя сделать ладно пускай будет так пускай будет так так что мы тут по отрядам ну понятно здесь самое стандартное в общем ребят мне это не интересует я бы наверное знаете как сделал давайте значит выведем полковника каминского дадим ему значит вот как бы хлопцев с ним отправим заменим получается те подуставшие отряды заменим на более целое скажем так сделаем такую раки рулочку в принципе вот еще более-менее это наверно отправляем домой пусть потихоньку потихонечку передвигается обратно так дальше полковник тоже у нас свежий бодрый поменяем его на внешних границах армию для того чтобы быть готовым к нападению так здание третья эра давайте потихонечку наверно улучшаться нужно создавать передовую армию для того чтобы нам было легко воевать с ребятами так пограничные посты наверно в любом случае давайте сделаем здание новой полиции потом военный улучшенный литейный цех министерство странных дел торговый порт давайте наверное стрельбище повышает уровень опыта всех новых рекордов вот это нам нужно нужно зданием хорошо по отрядам значит корабли и офицеры полковник артиллерии драгоны гусары пехота гренадеры да у нас сейчас идут самые такие хлопцы так дальность обзора 65 75 60 ближний бой 42 выстрел 50 здесь 59 30 такие не более универсальное что ли пока можно так их назвать ладно пока никого не нанимаем давайте пока посмотрим что у нас тут происходит ребят но я вас распускаю потому что к сожалению вы ничего пока для меня не представляете никакой важности как здесь укомплектованы практически практически опять же укомплектованы я бы коньячик бы конечно немножко бы поменял более свеженьких можно да отлично вот к примеру уланы давайте наймем пару отрядов улан разменяем сбитыми отрядами здесь как тут что на что вот такое себе такое себе с молдовы отбитый этот целый наверное забирай себе вот так вот чтобы ты был полностью укомплектован а тебя мы полностью укомплектуем отсюда наверное перекинем немножко войск вот так все подождем здесь у нас казаки пацаны ну вы нормальный но наверное вас придется распустить и наймем в молдавии наймем возьмем гаубицу наверное одну улан гусар и гренадеров укомплектуем нашего полководца это так здесь у нас что в принципе полный но мне не нравится вот это вот это мне не нравится распустить давайте что-нибудь поинтереснее возьмем да так у нас я думаю можно им пушки добавить артиллерия должна быть в каждой армии все деньги наши закончились что так разогнался по заказывал кучу строительства кучу всего и потратил все деньги так великобритании предлагает нам заключить союз против империи пруссия да нет ребят с той пруссии нихер брать нападайте сами хотя надо было заключить и первым напасть на пруссии что мне не нравится такие тела движения рядом с моей столицей местные госпитали построены и местные госпитали построены и местные госпитали построены не хватает все пошло нехватка ресурсов так золото да на давайте немножко с кем-то поторгуем пруссия и даже сама ничего не надо мяти предлагают деревом 1006 в обмен даже тип себе в убыток на 5000 золота не заинтересованы понятно торговать не ищем хорошая лига британия давай так тебе надо лишь у нас у тебя один к одному не заинтересованы совершение сделки хорошо австриям не заинтересованы триполи о триполи молодцы хорошо может быть еще возьмете немножко значит предлагаю еще десяточку предлагаю а с вас всего лишь 15000 шикарно шикарно никогда не знал что триполи настолько богатая страна вот в принципе мы копеечку себе заработали так давать что там у нас по экономической части значит внутренние торговые пути есть торговые пути есть не задействованы почему почему не задействованы что здесь мне надо построить здесь что хорошо тут что консульство нет торгового учреждения хорошо я согласен давайте торгового учреждения здесь почему мы не можем торговать чем проблема начальные школы военные академии надо кстати военку тут построить обязательно чтоб какие-то хотя бы бомжей могли нанять все ладно пока ждем пока ждем хорошо кстати что у нас там а сейчас элитная пехота у нас ребятки давайте завершаем ход на следующем ходу у нас сейчас элитная пехота откроется вот тогда мы сможем уже рекрутировать столицы нормальных воинов переоборудован свою армию дому за пару видео переоборудовываем армию и пойдем крушить наверное самое сердце всякую там британию францию всех вот этих беспонтовых наших врагов есть великобритания выполняет миссию картографии этой нации будут открыта вся карта молодцы рад за них глубокие шахты построены лесопильные заводы построены госпитали есть завод есть ферма лично элитная пехота исследована так дальше ну конечно же нужно вид на конюшни ребят само собой элитная конюшни нужны текст теперь столице я готов здание вот она элитная казарма стрельбище потом труда хочу лет на казарму себе может к этому моменту денежки немножко под копим они сейчас типа ли еще загоним ресурсов в принципе мы сейчас можем подтянуть войска на границу с пруссии там сейчас британия захватила вот две территории пруссию пытается штурмовать и можем попытаться потом лупануть сразу сразу территории взять да и все хорошо у нас огромная стройка так ты кто батарея ты что вообще хочешь может ты хочешь разобраться со мной так мы сейчас разберемся так свет значит святой петр сейчас туда поедет разбираться у нас святой петр и венера а у них здесь юпитер и акломарт причем с войсками на борту вот что больше всего меня волнует а мы сделаем вот так такую рокировку здесь сделаем здесь у нас что но мы вас поменяем ребятки потерпите немножко потребитель потерпите так тут у нас кто сидит шлюп александр давай вот тут пусть и чтоб это себе так вальяжно не чувствовал на нашей территории так здесь я вроде нанимал конницу да вот она уже вижу как ты целый у нас тебя я хотел поменять помнил вот так все ты укомплектован ты почти укомплектован ну там без четырех человек думаю ничего страшного правда польские войска здесь только егеря регулярно наша армия с россией все остальное рекрут из польши не очень надежные ребята как по мне я вообще не очень большой фанат пользоваться войсками которые нанимаются вне моих городов но что мы здесь тут мы нанимаем вот этому парню этот парень у нас свободный получается бенгенсен да да бенгенсен нам управлять ближе к столице я думаю так свободных полковников генералов будем подтягивать ближе к столице для того чтобы снабжать их новой пехотой новообученной свеже обученной пехотой британия делает рокировки пруссия вышла и походу проиграла не смогли они отбиться но видите уже немножко окстился этот козел хотя нет не сильно не хватает денег ты от триполи ты где там значит предлагаю тебе 15000 этой штуки ох вот это не готовы денег отвалить ну давайте 25 хорошо так по-братски шикарно шикарно просто просто шикарно все тебе на денег опять все хватает так продолжаем значит сейчас усилим свое присутствие здесь потихонечку так вас распустить вы бестолковые и никому не нужны ополченцы уже стыдно стыдно в данной ситуации сидеть с ополченцами полковник константин полковник у русов регулярные войска ну битая блин сильно не битая ребята наверно наверно сейчас сделаем так мы их чуть-чуть укомплектуем пока так так что ты ты у нас двигаешься в столицу шуруй этот кусок вообще беззащитный пока сделаем так так пушечки 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 в принципе пока этот отряд мы можем перекинуть вот так наверно раскидаем по одному здесь некому сидеть здесь только можно задать угрозу из вне если кто-то нападет но это вряд ли так надо ой что-то меня мышка занесло извиняюсь надо выводить наши корабли оттуда все равно здесь проход только здесь так 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 ребята меняемся меняемся вам наверно сейчас тут кого-то впряжем еще дополнительно тут пока никого нету ни казарм ничего поэтому не впряжем пока стоите так завершаем ход сейчас первый этап мы сделали подняли немножко провизию добычу провизии госпитале построили все эту дичь сейчас наверно завтра заход будем строить торговые порты там и так далее посты порты чтобы поднимать по деньгам так все сибас отсюда сделал вывел с наших вот госпиталь в греции фермы госпитале другого учреждения в триполи есть отлично а ну-ка по земле почему-то только здесь мы все цели ничего не можем построить чем не нравится я не знаю хотя они все работает только вот здесь у нас что не работает а нет все у нас все пути есть все пути у нас вроде как функции крирует так здание что здесь у нас можно торгового учреждения на давайте будем торговать с ганомером тут тоже все шикарно хорошо так отлично продолжаем что у нас по приходов приходом до постройки элитных казарм куча ходов дом изучение нам наверное надо ускориться в плане здания налоговой полиции в москве дальше что еще есть в курске здание налоговой полиции а мне интересуют школы какие-то может можно где-то построить киев богемия глубокие шахты высопильные заводы дальше пока богемия венгрия то же самое галиция здание налоговой полиции восточная просе селезия тоже местный госпиталь антолия но это то что мы блин 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 вот специальная школа увеличивает скорость исследования на 50 процентов наверное это вот это возьмем здание налоговой полиции торговые посты так на балканах у нас только здание торговой полиции можно построить в греции военный порт здание налоговой полиции маяк провес обзора вверхи в греции дам этот кусок можно будет открыть наверно давайте здесь построим маяк так здесь что у нас налоговая блин она так дорого стоит конечно елки глубокие шахты давайте пока по глубоким шахтам пойдем там где-нибудь недостроенные балканы то ли нет силезия глубокие шахты а уже не хватает разогнался не хватает чуть-чуть копеечка ладно завершаем ход ждем триполи подтянул свой парусник парус порвали парус к нашему региону на борту парусника предположительно есть войска что в принципе не очень хорошо но у нас есть там чем отбиться конечно просто я думаю сейчас на данном этапе в сами никто не пойдет драться ну кроме британии поэтому надо по быстренько укрепить свои позиции там государство великобритания захватила столицу Пруссия пока ее столица находится под ее властью захватчиков империя будет считаться порабощенной и не сможет принимать участие в нахажатурных делах бывает военная академия в египте начальные школы в швеции господи нас не хватает ничего хватит обязательно хватит у меня уже и просела добыча ресурсов слишком много торговался наверное невыгодно торговое соглашение припали все тоже 15000 увидите они уже по день уже не так и монстра надо ну хотя бы давай вот так хотя бы подписали все хорошо шикарно так пару ходов полковник настоящий мужчина заводим его пока не можем свести не можем целый целый битый ну то так на случай ядерной войны скажем так тут я хотел что давайте немножко встанем здесь что давайте не бурогозили сильно так и кинем перекинем в польше здесь я кого-то еще рекрутирую нет давайте гусар что ли сформируем отряд и отправим туда на передовую поближе к британии где-то вот сюда в селезию и закинем или в восточную пруссию даже даже фиг его знает ладно ждем пока ждем 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 готовимся краситься цели и вообще не понимаю почему вы еще живете вообще кто ваш покровитель и что там вообще у вас ребят давай отстали вас капитана одни так мне надо это тут телодвижение такое мне это так не нравится если честно я хотел посмотреть вот здесь что происходит видите недостаточно информации карты не владею поэтому отряды что здесь только можно понятно после шахт наверно надо хотя бы построить какую-то стандартную эту казармы какие-то хотя бы торговую гавань пускай будет торговой гавань так много кораблей всех я вижу что надо будет потом в определенном моменте заняться господством в море потому что мне это не нравится бомжи всякие которые тут плавают португалия баталии триполи считаю что наступил походящий момент для укрепления отношений 8 500 хорошо давать деньги элитная шикарно шикарно маяк органа построен в регионе греция не скажу 6 силами стал много видеть ну ладно здание что яичок давайте мне пожалуйста так и добрался распустить и так отряды вот они измайловские гвардейцы элитное пехотное подразделение русской армии измайловские гвардейцы превосходные стрелки но также хороши в рукопашной схватке вот они ребята будущее нашей армии 3 хода нанимается данный вид войск сделаем два пока 222222 туда добавим 6 пунктовые ушечки и в зданиях не скоро конечно очень жду элитную кавалерию очень жду так и давай подвигайся поближе сюда не стесняйся больше 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 так товарищи значит что тут еще нанимается нет ничего не нанимается поляки вы будете защищать восточную пульсию тоже это будет противовес вот этим гражданам вы пока заходите отдыхайте перри выполнить я точнее пополните вас не могу два сражения ветераны ветераны просто так отряды уланов артиллерию и пару лет гренадеров будем усиляться обязательно усиляться со стороны британии и австрии единственное наши возможные враги в данном этапе которые могут нас неприятно нас ударить скажем так не скажу что они нас сразу выиграют но не хочется пока просто терять территории у меня сейчас по плану наверно вольнуть королевство сицилий я хочу на них опробовать свою нору новую армию которая создам элитную так школа хорошо шахты хорошо ферма дорогого учреждения у ганновере построена шикарно просто одни хорошие новости я так считаю ярослав давай там продвигайся туда где-то здесь у нас что-то есть да тут у нас все идет по плану надо налоговую полицию везде наверное все таки же ставить пора пора собирать налоги а что же делать надо кормить свою армию не хотите кормить свою армию будьте кормить чужую на войну нам понадобится много еды не хочу как допускать ошибку была прошлая раз что мои люди просто были распущены в связи с недостатком еды так построили теперь мы здесь по ней можем уже до более-менее кого-то нанимать надо будет так передистоцировать наверно пустого ополковника для того чтобы он мог взять под руководство армию аборигенов так здесь у нас целый пусть пока сидят в городе они нам не нужны точнее в гарнизоне так вот что он что-то 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 что ага ну не могу их распустить ребят просто не могу все-таки два сражения егеря тем более пускай будут биты подбиты но ничего пускай будут отряды тогда тут мы укомплектуем все хорошо здесь мы пока ожидаем так вам можно артиллерию 1 добавить а вам наверно конницу отряды пехота так тут мы не строить не можем здание тогда после госпиталя обязательно постройки не казармы и конюшни заодно литейный ну и литейный цех надо развивать регионы то что они были запущены под во время контроля другими странами не значит что мы должны их бросить на на улице не дать им возможности развиться в нашей лиге империи я думаю следующих выборах они должны будут проголосовать за меня 98 или 99 процентов мирно как бы маяк органа построена во норвегии вот это я понимаю это видно четко здесь что я построил в греции видно ровным счетом ни хрена здания тут нельзя строить к сожалению современная так киринайка в общем надо тебя будет впрягать потихонечку уже поехали больше хотя бы бабки мне приносить здание улучшенная военная академия не вижу смысла начальная школа надо в данном случае на пускай конюшни будут завершить ведь я начал активно строить возводить здания как бы у себя на территории очень сильно просел по ресурсам ну я конечно и продал где-то около 50 тысяч остался батарея выдвинул торговое предложение которое по его мнению так они предлагают нам золото за сырье хорошо принципами перерос где-то по 2000 заход сырья имею ввиду пока не нет каста катастрофически вот они красавцы наши вот они уже появились первое наши измайловские гвардейцы уже уже они появились на подходе через два хода еще один отряд потом артиллерием добавим как тут мы строим тут мы строим это чтоб восстановить немножко так это все хорошо здесь у нас элитное войска будет на этот фронт мы сможем пойти мне интересует элитное войска где-нибудь здесь ближе к центру может в молдове будем делать элитное войска хотя это можно делать только в столице вроде если я не ошибаюсь но в молдове мы можем нормальные отряды такие делать полковников можем нанимать настоящий полковник в общем я еще хотел знать что сделать я хотел здесь среди зданий у меня тут вообще практически ничего не построено стрельбище маяк наверно надо будет лупануть военный порт улучшенный литейный цех торговый порт надо все строить это же столица наша кто кто столица должна быть заряжена ну как и в жизни принципе все как бы регионы живут так себя вот столица должна процветать папская республика она мне очень действует очень если мы ее возьмем то мы практически практически зажмем в тиски австрии но и зато сразу начнем граничить с францией как бы такой двояки двояки такой момент я думаю ничего страшного завершаем ход офигенно я просел по всем ресурсам что золото что как-то и так скажем переборщил наверно с продажей ресурсов высота баталью один такой они предлагают нам золото за сырье давай в принципе по две с половиной тысячи сырья капает у меня заход думаю как как нибудь выкормить все господили сказал то фразу современный госпиталь здания налоговая нет военный порт нет налоговая шахты в венгрии отлично шахты надо во геме шахты отлично киев нет курс нет минск сквозь санкт-петербург и полимал дави польша не хватит саксон и ломбарди и тут не хватит блин теперь обалдеть теперь не хватает мне нигде ресурсов этих о глубокие шахты литейный цех подождет завершаем немножко не хватило там буквально 2 200 ресурсов совсем понты я считаю выкорбиться ребят выкорбиться сейчас пару видео нарастим мускулы в плане войск нарастим мускулы в плане экономики и обязательно сделаем веселые покатушки с ребятками так налоговая полиция хорошо дальше пока дальше португалия стрельбище построено в регионе лично конюшни построены в швеции ну радует что хотя бы нету сообщение то что нам не хватает денег хотя бы это радует вы знаете все таки для спокойства я бы вывел на каждую территорию хотя бы по 2 по 2 армии вот именно на передовой не по одной чтоб стояла по 2 хотя бы потому что как-то одна армия вообще не серьезно я считаю я могу конечно там побрыкаться но я думаю я ничего там такого толком не сделаю шахты 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 пошли отлично школы в египте построены наконец-то мы египтян научим письменности так но здесь две есть здесь вопросов нету смотрите генерал шебешевский наверное поляк что ли да все стали моими генералами уже ребята то есть можем сейчас по добавлять не напрягаясь можем по добавлять войска и это хорошо мы даже вам здесь кого-нибудь наймем попозже вот теперь точно по два генерала на территории будет достаточно так я думаю вам не хватает пушек сир вам тоже пушек не хватает но я вам их не дам я вам дам вот эти ветеранов нормально ребята потом возьмете их будем укомплектовывать отсюда все битая подбитая но ничего хватит это всяко лучше чем вот на сложном уровне две гаубицы и отряд вы знаете вот я сейчас смотрю просто на их армию и я сейчас могу армии которая здесь просто зайти обоссать их всех вот просто всех всех не их армия боссать их территорию обоссать и просто забрать все вообще без без особого труда скажем так а я могу это сделать но не буду но не буду потому что я жду значит здесь я хочу еще гренадеров что тут у нас отлично сейчас у нас как раз завершится сможем возвести элитную комьюшню мы вот даже сейчас по развитию по армии идем сильнее всех кстати в прошлом прохождении когда я был за пруссию вот именно великобритания составляла мне основную опасность именно на великобританию я потратил больше всего сил для разборок великобритания выполняет миссию всемирная выставка в ближайшем году жители всего мира будет симпатизировать организатором выставки молодцы кстати миссии что-то у нас еще осталось то течение одного года у нас ходов исследования будет вести скорой скоростью что нужно два корабля класса шлюп порту три отряда типа легкой пехоты в гарнизоне легко значит три отряда легкая пехота в гарнизоне о чем я нету такое что ли вы кто легкая пехота или нет отряда пехота а вот легкая пехота всего я понял давайте сделаем обязательно этот пункт скажем так здесь пример у нас арабская легкая пехота долин а вот тут отряды легкая пехота нанимаются уже давайте сюда тогда так отряда легкая пехота раз два три так два шлюпа в порту раз шлюп в порту подождите вот че не можем сюда в этот порт можем в это должны мочь все сделаем все задание исследование будет быстрее 12 на то есть это хороший толчок и считаю вот очень хороший так сказать сделаем мысленный умственный бум так ладно думаю наверное пока на этом все ребятки спасибо за просмотром до скорых встреч с вами был ростин это был канал роли game онлайн сейчас мы посмотрим что мы тут построили и на этом закончим наше видео ставьте лайки ставьте дизлайки всем пока